Всем добрый день! Меня зовут Валерия и сегодня я вам расскажу про одно замечательное натуральное средство, которое нам помогает бороться с грибком. Причем не важно, это грибок ногтей или это микозы, которые есть у нас на коже. Грибок кожи. Так вот, я думаю, очень многие люди в курсе, что масло чайного дерева помогает нам бороться с такой неприятностью. И кстати, когда мы с вами читаем инструкцию к маслу чайного дерева, так и прописывается, что его используют для борьбы с грибком ногтей и с грибком кожи. Но, к сожалению, очень многие люди делают существенные ошибки при использовании масла чайного дерева, поэтому я вам сегодня расскажу, как правильно использовать это масло для того, чтобы действительно получить очень хороший результат. И сразу должна сказать, чем свежей у нас грибок, тем быстрее и проще нам будет от него избавиться. Если у нас грибок уже запущенный долгие годы, поражены не только ногти, но и кожа рядом, то помимо масла чайного дерева у нас должна быть специальная противогрибковая терапия. Причем это не только могут быть мази, это и назначение противогрибковых препаратов внутрь. Поэтому сразу хочу сказать, да, масло чайного дерева великолепно борется с грибком, но если он у вас запущенный, не всегда результат будет на все 100%. Но, чем раньше мы с вами начинаем терапию грибка маслом чайного дерева, тем быстрее у нас и лучший результат. И уже буквально за 2-3 недели у нас действительно могут отрасти новые здоровые ногти или уйти микоз кожи, грибок кожи. Так вот, как нам с вами использовать масло чайного дерева? Во-первых, нужно убедиться, что у нас действительно качественный продукт. И для лечения грибка ногтей мы с вами должны использовать 100% масло чайного дерева. То есть вот смотрите, у меня 2 разных варианта, 2 разных производителя. Это американский продукт и австралийский продукт, но это все настуральное масло чайного дерева. 100% не разбавленное каким-то другим видом масел. В общем-то в чистом виде масло чайного дерева. А вот для борьбы с грибком кожи в чистом виде масло чайного дерева не используется. Там действительно можно применять разбавленное масло чайного дерева. Или же делать домашнюю смесь один к одному. Мы на одну часть масла чайного дерева берем какое-то растительное масло. Очень часто рекомендуют оливковое. Но для лечения грибка кожи я бы вам советовала использовать касторовое масло, которое тоже обладает противогрибковым эффектом. Итак, смотрите еще раз. Для грибка, который у нас на ногтях, мы с вами используем чистое масло чайного дерева. Если у нас грибок на коже, то мы с вами делаем смесь. Одна часть масла чайного дерева и одна часть касторового масла. Например, одна чайная ложка масла чайного дерева и одна чайная ложка касторового масла. И теперь очень важный момент, о котором, к сожалению, очень многие забывают. Что лечить грибок ногтей нужно правильно и нужно предварительно сделать подготовку перед тем, как наносить масло чайного дерева. Что значит подготовка? Во-первых, до применения масла чайного дерева нам рекомендуются ванночки. Теперь смотрите, я вам даю универсальный совет, который помогает нам бороться и с грибком ногтей, и с грибком, который есть на коже. Так вот, в ванночке, допустим, у нас грибок на пальцах или между пальцами стопы и одновременно грибок на ногтях. Так вот, мы с вами предварительно делаем ванночку и на 4-5 литров воды мы с вами добавляем 20-25 капель масла чайного дерева. И вот в такую ванночку мы с вами опускаем свои стопы на, или руки, если у нас, допустим, грибок ногтей на руках, на 15-20 минут. То есть, для чего это нужно? Для того, чтобы мы с вами размягчили ногтевую пластину. Еще лучше будет, если мы с вами сделаем комбинированную ванночку, например, морская соль и, соответственно, масло чайного дерева. В таком случае мы с вами берем морскую соль, где-то 1 столовую ложку без горки на 2-3 литра воды. Ну, на 5-6 литров, соответственно, мы с вами будем брать около 2 столовых ложек. Предварительно на них наносим наши 20-25, уже если 6 литров, 30 капель масла чайного дерева. Смешиваем морскую соль с маслом чайного дерева, потом растворяем в воде и делаем ванночку. Очень важно, чтобы у нас ванночка была достаточно теплой. То есть температура воды ванночки не должна опускаться ниже 40 градусов. Это тоже важно для того, чтобы масло чайного дерева хорошо проникало и в кожу, и в ногтевую пластину. И после того, как мы с вами сделали ванночку, мы спиливаем тот ноготь, который у нас поражен грибком. Эта пилочка у вас должна быть отдельная, и вы ее только применяйте для того, чтобы подпилить больной ноготь. Каждый раз после того, как мы с вами пилочкой обрабатываем ноготь, нам ее нужно будет обработать, например, хлоргексидином. Иначе пилочка у нас будет распространителем грибка. То есть хочу, чтобы вы уяснили, это очень важный момент. К сожалению, люди самоинфицируются, когда используют одну пилочку для ногтей, подпиливая ноготь, который поражен грибком, и потом здоровые ногти. Поэтому пилочка для пораженных ногтей должна быть отдельной, и ее придется каждый раз обрабатывать хлоргексидином хотя бы. После того, как мы с вами спилили пораженный ноготь, мы вытираем нашу кожу насухо, и только после этого мы наносим масло чайного дерева. То есть каждый день нам придется делать ванночки, желательно каждый день. Если не можете каждый день, то хотя бы каждые 2-3 дня вы должны делать ванночку для рук или для ног, если у нас проблемы с ногтями. Но при этом мы каждый день с вами будем втирать масло чайного дерева. Так вот, после такой ванночки, после того, как мы с вами подпилили, спилили пораженный ноготь, руки у нас или ноги сухие, мы с вами втираем масло чайного дерева в чистом виде. Это буквально 1-2 капли в ногтевую пластину. Можно смочить ватный диск в масло чайного дерева и приложить его на ногтевую пластину сверху, допустим, лейкопластырем. Но тут очень важно, чтобы масло чайного дерева не контактировало со здоровой кожей, иначе могут быть раздражения. И теперь, кстати, про раздражение. Масло чайного дерева достаточно сильный продукт. Его не рекомендуется, во-первых, при беременности, детям младше 7 лет, а также если у нас обострение каких-то хронических, аллергических заболеваний. Перед применением масла чайного дерева, особенно при микозах кожи, нужно сделать аллергопробу. Ее рекомендуется делать хотя бы за сутки, на самом деле за 2-3. Делаем нашу смесь, готовим один к одному и наносим где-то на запястье или на локтевом сгибе и смотрим, как наша кожа реагирует на это масло. Крайне редко, но все-таки может быть раздражение. А вот если мы с вами лечим наши ногти, то здесь никаких проблем обычно не возникает. Я вам напомню еще раз, что на кожу мы масло чайного дерева в чистом виде не наносим. На ногти наносим, на кожу разбавляем, как я уже сказала, например, касторовым маслом. Поэтому будьте аккуратны, если вы делаете примочки, смотрите, делайте ее так, чтобы она касалась только нашего ногтя. Можно оставлять такие примочки, смачиваем ватный диск или кусочек ватки масло чайного дерева, обматываем сверху лейкопластырем и оставляем на ночь, утром убираем. И втирать масло чайного дерева можно в ногти, пораженный грибком, 2 раза в день, утром или вечером. Но очень многим людям удобно именно вечером, поскольку масло чайного дерева имеет достаточно специфический аромат и не всем он нравится, но потихонечку мы к нему привыкаем. Что же касательно микоза кожи, да, вот я уже проговорила, то, во-первых, здесь нам тоже помогают ванночки, как я и проговорила, с маслом чайного дерева. И мы с вами втираем в кожу масло, которое разбавляем один к одному с растительным маслом или, например, с касторовым. И в таком случае у нас с вами масло потом мы с вами не смываем. И вот такую терапию домашнюю, своими руками, в домашних условиях мы с вами избавляемся от грибка ногтей и от грибка на коже буквально в течение нескольких недель. То есть все будет зависеть от того, насколько у вас выражен грибок, как он у вас давно. Но повторю, если у нас грибок в начале, мы уловили этот момент, мы с вами можем действительно обойтись без лекарственных препаратов, только одним маслом чайного дерева. И уже буквально за 2-3 недели получить замечательный результат в виде нового здорового ногтка, который у нас будет расти. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше супер спасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Я надеюсь, я вам все нюансы рассказала. На самом деле масло чайного дерева потрясающий продукт, который применяется и для борьбы с акне, с фурункулезом. Им можно лечить ангины, им можно лечить перхоть. В общем-то у него целый спектр полезных эффектов, поскольку это выраженное. Антибактериальное, то есть природный антибиотик. Противогрибковое, противовирусное средство. Я настоятельно советую всем иметь небольшой флакончик масла чайного дерева в домашних условиях. Его, кстати, можно использовать и для заживления ран. Поэтому, если вам интересно вообще про масло чайного дерева, ставьте лайк, пишите комментарии. И я обязательно сделаю еще видео про этот чудесный продукт. Ну, а про то, как лечить с помощью масла чайного дерева грибок, грибок ногтей и грибок кожи, я вам сегодня рассказала.